всем всем здравствуйте меня зовут татьяна и я рада приветствовать всех кто заглянул сегодня ко мне в гости к нам наконец-то вернулась лето теплая солнечная погода а это значит есть возможность надеть свое новое изделие и показать его вам в этом сезоне я вижу новые маечки и сегодня представляю вашему вниманию свою вторую майку которую я решила назвать по цвету пряжи это майка аква мы видим с вами легкое мерцание потому что это хлопок с микро пайетками те кто следят за моим творчеством знают что я подобный хлопок использую использовал не в одном своем изделии покупаю я его wildberries в магазине про пряжу микро так хлопок с микро пайетками в 100 граммах 800 метров этот хлопок я использовала не в одном своем изделии в качестве подмота с разными видами пряжи как компаньон он замечательен и с пушистой пряжей и с мериносом и с полухлопком у меня связано несколько изделий это пулловер джемпер платье аксессуары шапочка и снуд и мне очень и очень нравится использовать эту пряжу в летнем изделии конечно же я решила использовать только этот хлопок такая мысль у меня была я знала что я обязательно что-то свяжу ну вот маечку я не захотелось маечку и как просто вот вязать из этой пряжи тоже мне очень понравилось то есть если кто-то сомневается особенно часто люди спрашивают как ведут себя пайетки не колется ли они нет и эти пайетки не колется вы вообще никак их не будете ощущать вот не как абсолютно то есть эту маечку я надеваю просто на белье и никакого дискомфорта царапания нет потому что это вот такие деликатные микро пайетки они мягкие и не дают никакого дискомфорта для кожи то есть даже для людей с чувствительной кожи это это пряжа хорошо подойдет значит вязала я эту майку по принципу своей майки красной своеобразной горловины совсем недавно меня вышел мастер-класс на канале только единственное что там маечка полностью связана ажурным узором и по спинке значит округлый вырез по передней части v-образный здесь сам по себе узор вот этот центральный эти расходящиеся листики в разные стороны предполагают что горловинка должна быть v-образной и по передней части и по спинке вывязанная пройма вязание здесь отдельными деталями давайте сейчас посмотрим как это изделие смотрится на мне а затем я подробно вам расскажу о том как связать подобную майку для себя как это маечка смотрится на мне но сейчас я вам подробно расскажу о том как я ее вязала сначала немножечко да о параметрах 44 российский размер длина изделия 48 в полуобхвате 37 пройма 22 плечо значит вот эта лямочка которая получилась вместе с обвязкой это 7 сантиметров ну и глубина до скажу вам глубина вырезания получается 13 сантиметров но это уже после того как полотно обвязано еще сейчас вам поближе покажу вот посмотрите иногда просят чтобы показать поближе вот так называется это пряжа и все ее характеристики в основном у пряжи это пайетки белые они не в цвет идут они идут серебристые вот здесь вот они желтоватые маечка связаны отдельными деталями набирала я на одну деталь 90 петель и провязывала резиночкой я очень часто использую эту резинку когда в лицевом ряду вяжите лицевая изнаночная а в изнаночном ряду изнаночную снимаем не провязывая получается лицевая петля такая вот рифленая схему которую я нашла эту маечку подобную идентичную маечку я увидела в интернете и прилагала схема схему я вам вставлю сразу же скажу что данная схема составлена на половину то есть нужно зеркально отобразить эту схему в обратную сторону значит рапорт я посчитала то есть половинку прибавила рапорт составляет 47 петель по бокам лицевая гладь у меня получилось здесь 47 нечетное количество здесь у меня 21 вместе с кромочной здесь 22 ну как бы на одну петлю здесь эта роль не играет вязала вверх у меня провязано два рапорта причем когда я стала вязать да вот он начинается рапорт вот именно отсюда и вот это вот так получается да где то вот так один рапорт высота далее тоже следующий начинаем так 12 получается у меня три полных рапорта связано то есть когда я отвязала вверх но здесь вы примеряете на себя давайте я вам скажу то высоту которую меня получилось до проймы ну почти 30 сантиметров вот это вот высота 30 сантиметров и далее я выполнил убавки на пройму шаг у меня шесть четыре два если кому-то еще раз говорю нужно более подробно как вязать подобную майку вот только мне недавно вышел мастер-класс красная ажурная майка простая и там я показываю как выполняется убавки иногда бывает не спрашивают как это сделать вот я вам говорю где-то посмотреть значит шесть четыре два шаг далее вяжется вверх прямо на определенном этапе когда нужно сделать v-образную горловину вот здесь вот это все делится пополам минус 2 петли вот эти две петли которые здесь по центру я их провязываю вместе а первую петлю снимаю 2 провязываю 1 надеваем на провязанную на эту петельку я надеваю маркер а далее вяжется вот это вот часть отдельно сначала правая затем левая здесь я делала убавки в каждом лицевом ряду и вот здесь на плечо мне осталось 18 петель все потом я присоединила ниточку здесь уже получается по изнаночной стороне делал убавки в конце ряда то есть провязываем здесь вначале после кромочной я провязывала по рисунку так как у меня по рисунку я провязывала 2 вместе изнаночной на этом вырезе посмотрите как бы вообще незаметно 2 петли вместе изнаночные стоит другой стороны и спинка и перед вяжутся одинаково но мы видим что все таки перед ниже я чуть послабже вот вязала эту часть когда разделяла чуть послабже можно поменять номер спиц то есть я вязала на тройке можно 325 потому что я пробовала сделать например ниже этот вырез по передней части тогда нужно было вот здесь где-то делать а это очень глубоко в этой части тогда здесь вот не получилось бы красиво вот так красиво вот этот листочек мне расходился поэтому я решила сделать вот таким образом конечно каждый хозяин барин и здесь можно трансформировать под себя как вам нравится мне нравится то что получилось она не глубок вырез не глубокий но тем не менее смотрится очень хорошо маечка такая нежная приятная привлекает внимание и вот эти мерцающие пайетки просто шикарно обработала пойму и вырез горловины айкордом крючком ну я вот говорил о том что обнаружила для себя такой способ обработки мне он очень нравится получается очень аккуратно тоненько посмотрите вообще здорово и для летних изделий я считаю что такой способ обработки очень и очень классный опять же в красной майке я показывала да не только в красной майке в рубашке мука у меня показано как я обрабатываю этим способом ну из недавних мастер-классов красная маечка у нее у этой майке aqua принцип вязания идентичный вот посмотрите красивая шикарная пряжа хлопок с микро пайетками которые дает красивое легкое мерцание полотну шикарный центральный узор несколько вечеров и у вас в гардеробе будет просто супер красивая маечка необычно красивая маечка под юбочку брюки шорты вы будете красивы неотразимы индивидуальны поделилась с вами идеи все что у меня было я вам показала вдохновляйтесь творите создавайте будьте неповторимы но я с вами прощаюсь совсем ненадолго до новых встреч пока пока